Итак, мы приехали на завод одного из крупнейших производителей Сарабанов на Вакусах Медико. Сейчас я иду к знакомству с его президентом. Привет, мой номер Антон. Мистер Андори? Да, да. Окей, я Мухиро Кодама. Я, который вывел вам email. Да, да. Так что, пожалуйста, поздравляйтесь к Томае Сарабанову. Спасибо. Это 1, это 2, это 3, это 4. Значит, вот это наверху над белой линией, это 5. 5 плюс 1, это 6. 5 плюс 2, это 3. 5 плюс 2, это 7. 5 плюс 3, это 8. Это единственный способ. Поэтому, в голове, в голове, в эту иммунистику, и вы можете сделать это. Значит, счет в уме возможен только тогда, когда есть четкое представление счета. То есть, если ребенок будет думать, что 10 можно разложить на раз, на два, в три расклада, он не сможет быстро считать. И, безусловно, очень важно детям объяснять, что вот эти, например, красные бусинки, это пять. Но нужно же им объяснить, как считать дальше. Есть порядок занятий, порядок, с чего начинать, как доступнее объяснить. Этому уделяют большое внимание. Это для детей до клад, до подготовительной группы. Какая-то ясельная группа. Один преподаватель, трое детишек. В этом стенде у нас счеты, которые пришли из Китая. 500 лет назад, в Чукуку, отдастся в Китая. То есть, это невозможно использовать. Вот они тоже, они пришли в Японию, как раз пятьсот лет тому назад. И на них было достаточно сложно считать, по мнению японцев. И японцы уже сделали усовершенствованную версию таких. Вот счеты, на которые вы сейчас смотрите, да, в белой кости, или что-то я не вижу, сделаны специально для людей с ограниченным зрением, да, чтобы им было понятно просто пальцами считать. Антон-сан. Антон-сан. Так, сейчас мы посмотрим. Так. Что у нас получится? Ну-ка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. pro давать с то-оа-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-оо-о-о. Субтитры создавал DimaTorzok